Я не перестаю чувствовать себя русским. У нас такое все доброе, такое светлое. Это характер нации. Если нужен мрак, то найти его можно всегда. Мы же так и договаривались. Мы же хотели, чтобы было хорошо. А жизнь говорит, нет, хорошо, ребята, не будет. Все, что происходит на земле, происходит для того, чтобы каждый из нас, людей, мог сделать выбор, на какой он стороне. А наша задача просто показать ему, что можно по-другому. Не взяли меня. Могли, не взяли. Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе. Есть страшное русское понятие «заграница». Думаю, ну, я поддался на искушение. Ну, если все повторяется и ничего не меняется, пойду-ка я в бар. Если меня забудут сразу после того, как я умру, я буду вполне доволен. Думаю, ну, я буду доволен. Привет, это Forbes Talk. Меня зовут Антон Жилнов. Мы сегодня в Стокгольме. Пойдем на концерт Бориса Гребенщикова. А накануне мы с Борисом Борисовичем встречаемся в этом славном шведском городе. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Борис Борисович. Здравствуйте. Ужасно. Рад, что мы с вами познакомились, встретились. И взаимно. Есть такая возможность. Борис Борисович, я поломался мой сценарий, который я запланировал. Гениальный. Это самое лучшее. Это самое лучшее. Я сейчас тоже сидел и думал. А поломался он вот почему. Сегодня вышла песня неизданная. Из самых поздних, последняя из неизданных. Битлз. Сейчас и потом. Now and then. Есть такая книжка Саймона Рейнольдса. Это музыкальный критик, журналист английский, который выпустил книжку Ретромания. Где пишет о том, что музыка не то чтобы как история закончилась, но период новшеств закончился в 90-е в музыке. И поп-рок хороший, качественный. Это всегда рефлексия по прошлому. И вот сегодняшний взрыв с Битлз. Это взрыв все обсуждают. Это тоже отсылка к тому. Вы согласны с тем, что музыка скорее становится ремесленнической и дарит больше какую-то такую рутину классную, качественную, но все меньше откровения? Если смотреть на коммерческую музыку, безусловно. Но так было всегда. Просто боюсь, что этот уважаемый джентльмен, по-своему он, конечно, прав, но он не учитывает, что появляется новая ритмика, которая идет из Азии, из Африки, даже из Карибского моря. И все время пульс меняется. Он просто смотрит только на то, что было, и говорит, да, то, что было, ушло. Чистая правда, оно ушло, чтобы уступить место новому. А новое всегда появляется. Но оно появляется для вас, безусловно. Я сейчас как бы встаю на сторону этого критика, пытаюсь его мастера развить. Оно появляется для вас, потому что вы много слушаете. Вы наслушанный человек. Но появляется ли оно как событие, как откровение для многих? То есть является ли музыка сегодня тем откровением, которое... Как и кино, впрочем, тоже. Такие же вопросы задают и кино. Является ли это тем, что будет обсуждаться через полгода, через год? Или посмотрели – забыли, послушали – забыли. Тарантино на это недавно жаловался, что я больше не буду снимать, потому что я работаю два года, три года, четыре года над картиной. Зритель сходил на нее в кинотеатр, и через две недели у него вектор сменился, и он уже ее даже не вспомнит. Тарантино, во-первых, давно собирался, сняв определенное количество фильмов, уйти. А во-вторых, я думаю, что людям, в принципе, свойственно говорить то, что было, когда я был молодой, было хорошо, а теперь все молодые говно какое-то играют. И слушают, смотрят говно, и вообще все говно. А вот раньше было хорошо. Вот Пинк Флойд – это да. Но этим все исчерпывается. Людям, которые по 18, они об этом не думают, они смотрят и слушают свое. Слава тебе, Господи. А что вам из того, что слушают те, кому 18, 20… Я понятия не имею, что они слушают. Я слушаю то, что мне попадается, и скучно не бывает никогда. Мне интересно просто смотреть, что люди делают. Я сейчас вспомнил, что еще один был человек, который жаловался. Это Вуди Аллен, который тоже говорил, что вот сейчас все захватили стриминги. Раньше мою картину прокатывали полгода в Париже. А сейчас максимум 3-4 дня, ну, неделя она идет в прокате. И опять же все быстро забываются. Вы совсем с этим не согласны? Меня это совершенно не интересует. Что память очень короткая стала. Меня сегодня не интересует. То, что я делаю, я делаю. И если какое-то количество людей это увидит, уже хорошо. Если не увидит, тоже хорошо. Потому что то, что я делаю, имеет свою логику развития. И после этого нужно сделать это, потом это, потом это. А сколько народу это будет слушать, меня не волнует. И сколько помнить, тоже не волнует. Упаси, Господи. Если меня забудут сразу после того, как я умру, я буду вполне доволен. Мне важно то, что делается сейчас. Но вы не кокетничаете? Нет, не кокетничаете. Ну, я имею в виду в высоком смысле. Мне наплевать на то, что будет потом. Мне важно то, что есть сейчас. Слава и посмертная слава меня не интересует совсем. Скажите, почему у вас сейчас так много, это ужасно круто и радостно, так много концертов и такая вообще классная активность? Как будто там на дворе 92-й год или 93-й год. Интересно, что вот к такому витку энергетическому вас привело? У нас никогда не было по-другому. Просто почему-то, когда мы ездили по России, этого никто не замечал. А мы ездили так же 10 месяцев в году. Почему вам важно вот этот темп, ритм сохранять и концертировать? Мне не важно, люди просят. Мне интересно играть. Нам нравится играть. Этот контакт со зрителем или... Контакт с энергией музыки. Потому что, когда все-таки мы вместе на сцене, что-то происходит, что больше всех нас. И вот это интересно. Добрый вечер. Мы вас любим. Тогда мы в отместку споем песню. Люди делятся на две категории. Те, кто уже знает, что они евреи, и те, кто еще нет. В последние два года часто вспоминаю этот анекдот, общаясь с друзьями, которые прошли процесс репатриации в Израиль. Даже сейчас, в условиях серьезного политического напряжения в регионе, никто из них не пожалел, что получил синий паспорт. Ведь это не просто временный тренд, а хорошее решение для будущего. Израиль — интересная локация для ведения бизнеса, построения карьеры в сфере финансов, туризма, инвестиций и комфортной семейной жизни. Вы можете пользоваться всеми преимуществами паспорта, при этом не проживая в Израиле, если пока еще не готовы к переезду. Но даже если вы по праву можете претендовать на гражданство страны, пройти подобный бюрократический квест в одиночку очень сложно. При наличии всех документов процесс получения израильского паспорта занимает от трех месяцев до года, если, конечно, не знать, как сократить бумажную волокиту до трех рабочих дней. Компания «Герцель» предлагает полное сопровождение процесса репатриации согласно актуальным миграционным правилам, которые, кстати, меняются в стране практически ежедневно. Команда ведет круглосуточный мониторинг миграционной политики и быстро обновляет алгоритмы работы с документами, чтобы вам не пришлось тратить деньги и время зря. Также сотрудники следят за политической ситуацией в стране и всегда могут проконсультировать по вопросам безопасности. Вам будет доступен полный цикл услуг – от поиска документов для доказательства корней, которые помогут пройти консульскую проверку с первого раза, до оформления всех документов непосредственно в инстанциях Израиля. Специалисты центра буквально за руку сопроводят во все учреждения, чтобы вам не пришлось сталкиваться с израильской бюрократией. И все это всего за три рабочих дня. Пройдите короткий тест по ссылке в описании, чтобы оценить ваши шансы на получение паспорта Израиля. И не упустите приятный бонус – первые пять клиентов, которые оформят договор, бесплатно получат услугу архивного поиска на территории России для подтверждения еврейских корней. Всем остальным Герцль дарит скидку 5% от суммы выбранного пакета. Вас уже ждут в Израиле. Шалом! Ваш EP «Бог руки ног» из четырех песен. Знаете, какой вопрос у меня возник с этой связи с пластинкой? Что она очень грустная, она даже в каком-то смысле безысходная. И я подумал, что, наверное, такие баллады про надлом, про тему, связанную с Россией, они, конечно, у вас писались и звучали и записывались вами раньше, в 80-х годах. Так я всегда был такой. Да. Вот вопрос, что по сравнению с тем временем, там, 84-й год, скажем, и 23-м годом, когда вышла эта пластинка, поменялось. То есть не то, чтобы, что тогда был один надлом, сейчас другой надлом. Не, надлом все тот же. Какой он? Не знаю, надлом. Мрак. Он в России вообще не меняется, этот мрак? Это не в России, это лично во мне. Если нужен мрак, то найти его можно всегда. Но вы же не мрачный совершенно человек. Ну, по счастью, у меня большая часть мрака уходит в песни. И именно эти песни все и любят. Людям нравится, когда трагедия в песне, когда все умирают. Если в фильме никто не умер, какой же это фильм? Это чушь какая-то. Вот в песнях то же самое. А вот этот мрак, который все-таки мне хочется у вас спросить, вот об ощущении, о памяти, о том мраке, ну, когда тоже было много событий, и Афган, и чего только не происходило в 80-х годах. И мрак 23-го года. Все-таки, если попытаться ответить на вопрос, в чем схожесть, в чем различие этого ощущения. Мне кажется, что это одна и та же реакция на окружающий мир, когда человек говорит, ну, мы же так не договаривались, мы же хотели по-другому, мы хотели, чтобы было хорошо. А жизнь говорит, нет, хорошо, ребята, не будет. Вы сначала добейтесь такого, чтобы понять, что хорошо и плохо – это одно и то же, и нужно идти дальше. Потому что иначе получается, когда хорошо все радостно идут, а когда плохо все говорят, ой, что-то плохо, дайте-ка мы разбежимся, спрячемся, что-то такое. А так нельзя. Если ты взялся идти, так иди. Ну, то, что хорошо и плохо всегда вместе – это да. А какой тогда вообще вы извлекаете из этого смысл? Потому что это всегда будет существовать, как война и мир. Абсолютно. А какой тогда смысл во всем, если все просто циклично повторяется и ничего не меняется? Потому что у нас нет права и нет возможности смотреть на все это философски широко и говорить, ну, если все повторяется и ничего не меняется, пойду-ка я в бар. Это, конечно, выход, но все это повторяется, и боль сменяется радостью, и радость болью, и все остальное только для развития каждого отдельного человека. Не всех вместе. Знаете, нам очень легко говорить про то, как все вместе вот это, 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 это и все, и ругаться на это. Нет. Все это существует... Знаете, если из спортзала вынести все эти штанги, все остальное, все эти ужасные тяжелые вещи, на которых все напрягаются, то спортзал нужно будет закрывать. То же самое и с нашей жизнью. Если убрать все больное, позорное, страшное, тяжелое, и оставить только легкое, доброе, знаете, как старая женщина говорит, у нас такое все доброе, такое светлое, у нас такое все доброе, светлое, я часто это видел, не очень доброе получается, не очень светлое. Поэтому это все для того, чтобы мы развивались, чтобы мы становились лучше, чтобы мы понимали, что нужно помогать друг другу. Так мне представляется. А вам кажется, что мы становимся лучше? А мы не можем становиться лучше. Каждое поколение начинает с нуля. Понятие прогресс придумано жуликами. Его нет. Приобретая что-то, мы что-то теряем. Мы меняем общую частоту восприятия, но уходя на какую-то другую частоту, мы теряем то, что было. В средние века люди чувствовали больше, чем люди чувствуют сейчас. Но ощущение, что вот была эта среда, если говорить про российскую среду, образовательная, медиа, кластеры, коворкинги, креативный класс. Люди издавали журналы, занимались самообразованием. Ну, как будто это сейчас все обнулилось, как будто это все оказалось перечеркнуто. Ну, конечно, а когда... Я имею в виду после начала войны. Да. А когда Бродского ссылали и сажали за то, что он поэт, это как? И когда издатели подпольных журналов тоже сажали, это как? Все это было. До коворкингов и до всего остального. Так что получается... А если почитать... Ну, получается, что ничего не меняется? Нет, не меняется. Это характер нации. Любой или российской? Ну, конкретно вот это российское. У каждой нации свои причуды, свои тараканы, свой характер. Так что то, что происходит сейчас в России, хоть это и... очень печально и очень надрывает сердце, но это мои личные ощущения. А так логически, если посмотреть, ничего нового не происходит. А тогда скажите, а на кой черт тогда, не знаю, делать какие-то вещи, писать песни, снимать фильмы, говорить, а если все равно через какое-то количество лет цикл опять вернет нас на ту базовую точку, от которой мы пытались оттолкнуться? А если перейти на секундочку, уйти от возвеличивания самого себя, а просто посмотреть, помогаешь ты людям или нет? Сейчас. Не потом. Никогда твое имя будет в учебниках писаться. А сейчас. Вот ты снял фильм. Фильм людям помогает. Песню написал. Лучше стало людям от этой песни. Важно это. У нас хорошая школа Прикуривать от горящих змей Вырвать самому себе сердце Стать еще злей Держать голову под водой Не давать делать вдох И обламывать лезвие После удара Потому что с нами Бог На стыбе на стыбе на стыбе Если он в выход Голову в петлю И с вещами на выход Господи, открой мне Тайны бытия Посмотри мне в глаза И скажи, что это воля твоя Аудитория Вы сейчас видите В Европе Когда Выступаете Поменялась Которая приходит На ваш концерт Это какая-то Другая аудитория Те же люди Которые были в России Давно И им пришлось уехать Люди Те же самые Такими же Как они были Может они Больше еще Спасение Слово спасение Слишком пафосное Ну не знаю Успокоение Утешение Хорошие слова Приходя на ваш концерт Я думаю, что успокоение На нашем концерте Искать сложно Не очень утешение Мы поем то, что нам в голову приходит И люди почему-то на это приходят И слушают И почему-то потом пишут благодарность Слава Богу Можно долго ждать солнце, глядя С левыми глазами в зиме У нас внутри был хрустальный колокольчик На него наступили Он больше не звенит Эта музыка Слее, чем мир Она нелепа и смешна Но я буду танцевать в нее Даже если она не слышна Вы уехали Ну стали Точнее Много проводить времени В Лондоне Еще в девятнадцатом году Я проводил в Лондоне Все нулевые десятые годы Большую часть времени Посвященного музыке Только по самой простой причине Потому что там Мне лучше работать То есть я знаю, чего мне ожидать Я знаю, чего я добиваюсь Поэтому я просто решил, что В Ричбонд В студию удобнее ездить Дешевле ездить Из Элскорт Чем из Петербурга Наш один Общий знакомый Не буду называть имени Сказал про вас Как-то мы говорили Как раз про ЭПИ Про ваш альбом Который ему тоже очень понравился И он сказал, что Ну Борис Борисович всегда был человеком мира В отличие от многих других коллег Которые уехали И которые сейчас переживают Потому что не Ну слишком русские Не могут вот это изжить В себе вот эту русскость Зачем ее изживать Это талант Это талант Вот Вы согласны ли, что Вы действительно всегда были человеком мира И вы там, где вы есть И неважно физически Это Москва, Петербург Или Ричмонд Позвольте мне тогда Привести пример Представляю, маленькую историю Первая книга Которую я прочитал в жизни Когда мне было 6 лет Это было, как ни странно 20 тысяч лет под водой Соответственно Наутилус Капитан Немо Все это остальное И прямо с первых страниц Когда какой-то корабль С дыркой Начинает тонуть И все остальное Сразу речь идет Москва То есть Лиссабон, Нью-Йорк Это Шанхай И сразу я попал в мир С первой Прямо с первой книги Через книжку И как-то у меня и сложилось Такое ощущение Что вот это и есть мир И когда я выходил на улицу Я чувствовал, что я живу в мире Что мир не ограничивается Моим двором И он совершенно не кончается За пределами Ленинграда или Москвы Что мир Он и есть мир Он огромный И Когда мне было 7-8 лет Я так себя и чувствовал Ну Сейчас мы живем здесь Потом мало ли Мало ли что будет Но я живу в мире И продолжаю в нем жить Мне кажется Что это Правильная точка зрения Она очень правильная Но все равно Мы сейчас видим Вопрос эмиграции Вопрос Вот этого Тоски по некому пространству Он многим свойственен И тут не важно Музыкантам Писателям Бизнесменам Конечно Вот эта тоска по пространству Я например тоже Ну до конца Не всегда понимал Почему так человек Вот предан ностальгии Или он Конкретному пространству Принадлежит Когда мир шире Я Ну скорее Вот за вашу тоже За ваш подход И за За этот опыт Но тем не менее Мы видим Что действительно Ну Ломка у многих происходит И вы наверняка тоже Ну общаясь Я все время общаюсь Но Вы сказали правильное слово Эмиграция Эмиграция Это люди Которые не хотели Покидать свою родную страну Но им пришлось это сделать Я По счастью Себя никогда не причислял К этому классу Потому что мне было интересно И до сих пор интересно Ездить Везде Жить здесь Жить здесь Пробовать разные вещи При этом Я не перестаю Чувствовать себя русским Я не теряю Ни русского языка Ни русской культуры Вот Но живу я в мире И Меня это вполне устраивает Для меня Россия Это часть мира Часть важная Необходимая Очень любимая Но часть мира Никакого Забора Никакого Железного занавеса Никакой стены Нет Если говорить Про ваших Друзей Коллег Музыкантов Из тех Кто оказался В эмиграции Не как вы Растворены И И И давно В мире Да Вот Уехали вынужденно Ну Много А кто например Я даже не знаю Кто Ну Оксимирон Который Уехал Периодически вижу Он весьма доволен Конечно Может быть доволен Но я Ну полагаю Что все равно Вот Это чувство Мира Как мира Ну Далеко не всем им свойственно Вот вы видите Это переживание Ну Ваших коллег Потому что Они сейчас находятся В другой среде В другой языковой среде Что у них Там нет Выступлений Которые были В России И у них Там Либо маленькие клубы Либо Выступления Для Там Русского комьюнити За границей Но все равно Жизнь поменялась Видите ли вы Таких я не видел Я вижу Людей Которые абсолютно Счастливы Что они Ездят Везде И играют Там Что Что Вася Обломов Что Оксимирон Что Женька Федоров Айяяй Все довольны Наоборот Открываются Какие-то Возможности Горизонты Пространства А что Стадионы Не играю Спасибо Господи Играть в стадион Я никогда Не любил Почему Потому что Ты видишь Первые Пять рядов И потом Все это Ты перестаешь Их видеть И понятно Что они Вообще Не очень Слушают музыку Если Говорить Про Разочарование Насколько Вот у вас Лично Вас коснулся Водораздел По поводу Близких Людей После того Как они Может быть Кто-то Оказался За вас И стал Выражать Это публично Эту позицию И поддерживать А при этом Это человек С которым Вы вчера Не знаю Выпивали Общались И говорили О музыке Насколько У вас Здесь Много Потерь С кем Вы Перестали Общаться Или для вас Это не является Водоразделом Позиция Та или Потерь Вообще Никаких Нет Вообще Нет Есть Люди Которые Придерживаются Такой Точки Зрения Есть Люди Которые Придерживаются Другой Точки Зрения И Я Был С ними Не соглашаться В Корне Но Я думаю Что Каждый Человек Имеет право На свою Собственную Точку Зрения А если Это точка Зрения За Пока Он Не достает Автомат Не начинает В меня Стрелять Он Имеет Полное Право Стрелять Я уже Не позволю А если Это слово А мы знаем Что слово Может Стрелять И рикошетить Еще Как Может Как Тогда К этому Относиться Если Вот Это Происходит С Человеком Который Вам близок Например Ну не знаю Он стал пропагандистом Или он стал Как В случае Там Вашего Знакомого Давнего Сергея Курехина Ну известная история Про сотрудничество С Дугиным Или вступление В НБП Национально Большевистскую партию Лимонова Совсем Незадолго До Трагической Смерти Сережкина Он Зашел Ко мне Утром С Вязанкой Книг Тяжелой Потому что Мы хотели Обсудить Какие-то Вещи Которые Мы Собирались Записывать И он Говорит Что Я иду Сейчас Куда С книгами Тащишься Я иду К блестящему Фантастическому Коллекционеру У него Так Какая Такая Коллекция Книг Дугин Я Дугина Не знал Когда Этой фамилии Не слышал Мне было Все равно И потом Вдруг При случайной Встрече Совсем Неизвестный Мне Лимонов Подходит Ко мне И говорит Скажите Своему Сереже Что Правее Нас Смерть И левее Нас Смерть Так что Пусть он С нами Не шутит Поэтому Они боялись И Дугин И Лимонов Что Они столкнулись С шутником Что Он их Может И смеять И они Этого Боялись Но Судя По крайней По Тому Что Сказал Мне Эдуард А Зная Сережка Вполне Могу Допустить Это Он Издевался Над Всем Беспощадно Как Кто-то Правильно Сказал Что Он Был Трикстером Но Вот Сейчас Люди Кто Занимает Пропагандистскую Какую-то позицию Историю Кто Довольно Агрессивен Кто Топит за какие-то вещи Которые кажутся Вам Просто неприемлемы Для вас Это Все равно Повод Общаться Или не Общаться Ну Я Я Я Я Знаю С 86 Года И Если Он Считает Так Переубедить Его Я Не Смогу Значит Он Пришел К такой Точке Зрения Это Его Право У Меня Другая Точка Зрения Но Опять Так Пока Он Не Достает Автомата Чтобы Меня Выстрелить Пусть Говорит Когда Вышло Интервью С Галины Юзефович На Ютубе Я в сети наткнулся на один комментарий, который мне показался любопытным. Комментарий был скорее негативный. Про то, что вот у вас позиция такого принятия и войны и мира, но при этой позиции... Стоп, стоп, стоп. Ну, принятие колеса жизни. Это ошибка, это большая ошибка. Говорят, а он буддист, ему все равно. Имелось в виду, что можно многие вещи, ну, действительно, вот этой формулой, что все повторяется, добро переходит в зло и наоборот, и не янь, война и мир, но при этом, принимая это, мы как бы не можем хоть как-то активно в чем-то участвовать, да, потому что мы принимаем это просто молчаливо, смотря и наблюдая. Так вот, как бы... И в этом была претензия, как бы вы на нее ответили? Как правильно говорил Христос, следует судить по дереву, то есть о дереве по его плодам. Да. Ну вот, это единственный подход. Нужно смотреть, что бы человек ни трепал, что он делает. Вот, достаточно сравнить, что каждый делает, и все будет понятно. Да, ну, в данном случае, да, естественно, это музыка, это, это главное. И человек, он не призывал, чтобы вы, не знаю, выходили на митинг или там... От того, что люди ходят на митинги, они сами оказываются очень довольны, что вот какой я социально активный, какой я смело исходил. А то, что толку от этого митинга никакого. Хоть от одного митинга был толк за последние 20 лет в России, я что-то не помню. Для вас вообще, Борис Борисович, вот активная форма участия в какой-то движухе, там, не важно, политической, гражданской, оно как-то было приемливо для вас или нет? Либо, ну, вот только музыка, и в этом ваш плод? Нет, нет, я... Музыка — это одна ничтожная часть моей жизни. Ну, как же ничтожная? То есть она огромная, но все равно это не вся моя жизнь. Я занимаюсь массой разных вещей. И далеко не все, чем я занимаюсь, далеко не обо всем стоит рассказывать. Дело не в этом. Дело просто в том, что... Ну, как бы это объяснить? У меня много знакомых когда-то принимали участие в демонстрациях 60-х годов антивоенных. И в Англии. И в Америке. И в Америке тоже. Вот. И что-то никто из них не мог вспомнить, какой толк от этого был. Толка никакого. Вышли на демонстрацию, прогулялись, выходили, вернулись обратно в клуб, еще выпили. Прекрасно проявили себя. Только это ничего не поменяло. Это возможность самоудовлетворения. Ну, смотрите, с одной стороны да, с другой Сьюзен Зонток, которая была левой и была против войны во Вьетнаме. И очень сильно поднимала интеллектуальную левую часть страны на демонстрации, на то, чтобы люди туда ездили. И она сама ездила во Вьетнам. Я к тому, что это все-таки на многие вещи повлияло. Это сильно влияет на то, что происходит в Украине? Само описание этих событий, я думаю, как минимум, это фиксация истории, по которой потом будут судить о событиях. Я думаю, что нужно заниматься тем, что влияет на события сейчас. Ну, по крайней мере, такова моя точка зрения. Ну, согласитесь, что музыка же тоже не влияет на события. Никак. Но музыка настраивает людей на то, чтобы думать и чувствовать самим. Ну, по крайней мере, некоторая музыка. То есть, есть музыка, которая, наоборот, говорит, будь как все. Главное, не выходи из строя. Правый и левый. Правый и левый. Есть музыка другая, которая под Дилана особенно не помаршируешь. Филипп от Фрэнка в запах. Ослепительно юная, мы вышли из дома. Будем знакомы, мы та была раса. Мир ждет только нашей руки, но ловы и крюки. И серийный убийца в глазах военкома. На столе на мясо еще до рождения. Но цепи их не так уж крепки. Не стой над душой. Не стой над душой. Мама. Ты сокрушительно прямо. И я как эквиритрист. Говорят, я буддист. Я не знаю, что это значит. Мама. Я пою, как душу. Я иду, как пою. Я отдал тебе все, и я чист. В Ганновере вы сказали, что в странном контексте звучат сейчас песни на фоне Третьей мировой войны. Я, возможно, не точно цитирую. Не странно, но теперешняя ситуация вдруг в них ясно показывает то, что в них всегда было, но никто не обращал на это внимания. А теперь вдруг какие-то строчки в песнях вдруг начинают играть, так что я сам вздрагиваю. Это какие-то слова, которые я не мог знать, когда я писал эту песню. И вдруг сегодня они попадают вот так вот в точку. Это именно то слово, которое сегодня используется. Вчера его еще не знали. А есть у вас это все равно ощущение какой-то глобальной катастрофы из того, что происходит сегодня в мире? Это не катастрофа. Третья мировая катастрофа – это то, к чему все шло и вот, кажется, пришло. Борис Борисович, а тогда, если эта война идет, то, опять же, была Вторая мировая, лишь бы не было войны. Главный мой, по крайней мере, то, что я на чем был воспитан, то, что я слышал от своих бабушек, дедушек, от других ветеранов. Организация объединенных наций. Возникло много всего. Вообще гуманизм, да, этика, феминизм. Много чего происходило после Второй мировой войны. Куда это все делось? Никуда не делось. А почему тогда допустили люди Третью мировую, если это никуда не делось? Знаете, с вашего позволения я напомню эпизод из примерно вековой давности, когда индийский мудрый человек, молодой достаточно, С вами Вивикананда, ученик Рамакришны, насколько я помню, получил от Рамакришны прямое указание, что нужно ехать в Чикаго на конгресс мировых религий и рассказать там про Индию, про религию. И он приехал и смел всех просто фантастически, был практически рок-звездой. И все согласились на том, что все замечательно, хорошо и все прекрасно. В это же время по Европе гастролировал Хазрат Инаяд Хан, великий учитель Суфи. И он тоже везде читал лекции. И по Европе, по-моему, в Америке он тоже был. Он, по-моему, даже в России был. И все время просто такой был расцвет духовности, что просто деваться некуда. Казалось, что вот рай начнется буквально через... На пороге. Ну вот еще чуть-чуть и вот мы уже практически там. И вместо Аравии началась Первая мировая война. Уже, по-моему, из этого можно сделать вывод. Да. Но как-то это не то чтобы даже грустно, но беспросветно. Мы с этого начали. Наоборот. Как раз в этом и есть просвет. Потому что все, что происходит на земле, существует для того, чтобы каждый из нас, людей, мог сделать выбор. Мог решить, что ему нужно, что ему не нужно. На какой он стороне. Хочет он убивать или он не хочет убивать. Будет он помогать или он не будет помогать. И пока в гимнастическом зале есть эти все приборы, гимнастический зал имеет смысл. Пока на земле все это происходит, это все имеет смысл. Как бы страшно и трагически не было то, что происходит, все это происходит для того, чтобы каждый из миллионов людей, принимающих в этом участие, из этого что-то вынес. Кто-то выносит, кто-то не выносит. Кто-то продолжает убивать, а кто-то становится профессором Толкином и пишет Лодова Рингс. Тоже после Первой мировой войны. На каждого это действует по-разному. Да, но несмотря на величайшего Толкина, несмотря на Достоевского, несмотря на Сахарова, все все равно вот так по кругу. Всегда. Как говорили древние, в настоящей трагедии гибнет хор. И в этом смысле есть ли значение твоего индивидуального выбора, если там рушится цивилизация? Смысл помочь людям, которым ты можешь помочь. Проявить себя. Не трепать языком, а проявить себя в конкретном деле. Потому что трепать языком – вещь достаточно безответственная. Можно трепать, как очень много примеров мы знаем, когда люди трепляют языком за самое лучшее, а поутру идут на службу и пишут отчет о том, кто чего говорит. Да, да, да. Таких случаев много. Поэтому нужно не трепаться, а делать. И каждое новое поколение, каждый вновь рожденный человек сталкивался, сталкивается и всегда будет сталкиваться. С этим выбором? С выбором того, что делать. А наша задача просто показать ему, всех нас задача – показать людям, что возможен выбор. Что необязательно идти туда, куда тебя гонят, как стадо. Что возьми и подумай сам. Мне кажется, что вот это самое важное, что мы можем сделать. Помимо того, чтобы помочь людям, просто физически помочь. Дать людям понятие о том, что можно по-другому. Никто тебя не обязывает. Ты не скот и не позволяй себя гнать. Да, но если в России снова гонят в тюрьму… В России всегда гнали в тюрьму. Я говорю, я не зря вспомнил Бродского сейчас. И издателей подпольных журналов. Все сидели. И, судя по инерции, будут сидеть? Будут. Для этого они и делаются. Вы боялись когда-то тюрьмы? Как-то… Бог миловал. Слава Богу. Но боялись ли, живя в России? Потому что вы же в разные десятилетия и в самые крутые были там. Ну, как-то… Не взяли меня. Могли, но не взяли. Как-то бояться было некогда. Слишком увлекательно было все, что мы делали. Ваш опыт все равно в жизни в другой стране. Сейчас уже такой затянувшийся. Из-за того, что вы не появляетесь после 24-го. Вы оказались в какой-то… Ну, какой-то воздух разряженный. Свобода. Потому что раньше, когда человек приезжал на Запад, ну, всегда это там Coca-Cola, Mercedes в Берлине. Не знаю, 300 сортов сыра. Это нормально. Ну, это нормально, если ты это уже увидел. А для советского человека это было экзотично. Ну, это очень хороший повод пофилософствовать, по поводу того, что же было у советского человека. Да, да. И почему советский человек был этого решен. Мне, пожалуйста… Да, ну, для вас Запад, он открылся чем? Когда вы куда стали ездить впервые, когда там… В 87-м году. В 87-м году. Для вас это ощущение тогда от Запада, оно было какое? Что это было за соблазн или там за свобода, которую вдруг обрели? Не то, не другое. А что это было? Нормальная жизнь. Вот это и есть нормальная жизнь. Вау, оказывается, может быть магазин, который весь заполнен там сотнями сортов сыра. Отлично, хорошо. То есть это некое естество, которое вы обретаете? Это да. Я же говорю, мне повезло с Джулием Верманом. Он мне очень помог. А сейчас? Восприятие западного мира для вас поменялось? Потому что Запад же тоже там деградирует или прогрессирует, зависит от оценок. Мне кажется, что это нормальный мир. Многие ругают Нью-Йорк, говоря о том, что Мету, другие компании, которые происходили, и Black Lives Matter, и Феномен Трампа. Что все к черту поменялось, никакой больше свободы и того Нью-Йорка, который мы помним. Многие так говорят про Америку. Это называется очень простым, то что называется ностальгией, это когда человек с тоской вспоминает о том времени, когда девушки ему давали. Хотя и тогда не давали. Вот вся ностальгия вещь чисто придумана. И ностальгия по Америке свободная тоже придумана. Я помню Америку в 87-м году. Так, и вы хотите сказать, что она никак не изменилась? Никак. В 2023-м? Никак. Непал немножко изменился. Стало чуть-чуть почище. По-моему, зря. Но ты где? А Москва изменилась? В Москве очень много снесли хороших старых домов, построили новые. Но опасная близость к власти и деньгам осталась все та же. А именно она людей воспитывает. Поэтому в Москве очень много людей, которые хотят стать начальником чего-нибудь или олигархом от чего-нибудь. Что, опять-таки, может отвлекает их от чего-то более важного. А тогда спрашиваю, когда вы уезжали после вашего последнего концерта в России 23 февраля в Англию, вы уезжали от чего к чему? Я ехал домой. Я ехал в место, где я уже жил. И куда я сознательно переселился, там, около десяти лет работая над документами, я все-таки все сделал. Если не одно но, Марис Борисович. Раньше вы возвращались в Москву, а теперь нет. По очень простой причине. Потому что дом у меня, квартира в Петербурге у меня остается, у меня остается масса друзей, масса всего остального. Но по причудливому капризу судьбы мне может, каждый встречный на улице полицейский может мне что-то предъявить. И это может оказаться не очень положительным для меня. И концерты мне играть никто не даст. Но вот вопрос в том, зачем? Мне удобнее работать не в тюрьме, а на свободе. Приписать мне так называемый фейк аварии. А почему? Откуда у вас опасения, что в России вам полицейский может... А мне, во-первых, это сказали абсолютно прямо. Кто? Некоторые люди. Если можно... Нет, нельзя, к сожалению. Некоторые люди из власти, очевидно. Ну, люди, которые имеют к этому всему отношения. Так. Во-первых. А во-вторых, я, по-моему, на второй день мне сказал открыто все, что я по этому поводу думаю. И сразу многие... Ну, читать я все-таки газеты читаю. И слышу, что депутаты про меня говорят. Ну, понятно, там не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что меня ждет. Я не буду спрашивать вам обидно это или не обидно, потому что вы совершенно точно ответили на этот вопрос тем, что, а у них какой статус, чтобы я как-то на это реагировал. Совершенно верно. Но спрошу тогда, а вы хотите, ну, при другом положении вещей все-таки, ну, наезжать и возвращаться? Такое огромное количество людей в России, для которых я пел и продолжаю петь. Но в данный момент я с ними по капризу власти физически разлучен. Но я все равно знаю, что они там есть. Поэтому просто пока я терплю. Но то, что я делаю, я всеми методами доношу до тех, кто живет в России. Потому что я не считаю, что я покинул Россию или уехал из нее. Просто вот в данный момент моя квартира находится вот там-то. Так все говорят, но жизнь проходит, идут годы, идут десятилетия. Да, и я каждый день из этих годов работаю на русском языке. Я пишу, я записываю музыку, я пишу картины, я пишу книги. Про вот эту ситуацию, когда музыкант, оказавшийся русский музыкант за границей... Очень хорошая фраза, которая очень свойственна и только русскому языку. За границей... За границей чего? За границей барака? За границей лагеря? За забором? За какой границей? Есть страшное русское понятие – за границей. Ну, подождите, в английском же тоже есть. Нет. Веброд... Нет, Веброд и Веброд, они не очень связаны друг с другом. Как сутил Иосиф Александрович, мою фамилию надо переименовать вебродский. Забугорский. Да, да, да. Ну, то есть, как бы, термин «заграница» вам категорически... Я его не понимаю. Мне кажется, очень смешным. С другой стороны... Нам, русским, за границей, иностранцы ни к чему. Совершенно верно. Мне просто получилось так, что мне, с моей точки зрения, очень повезло, и для меня, правда, нет «заграница». Но есть люди, которые ничуть не хуже меня, и их миллионы и миллионы, которые мыслят себя только в России, только там, и вот с ними, вот у них все связано с Россией. Я их вполне понимаю, и абсолютно с ними согласен. Просто есть разные типы людей. Вот я скучаю по тем людям, которые остались в России. Потому что у меня есть, что им сейчас дать, у меня есть, что им сказать. Я по мере своих сил пытаюсь это делать. И из Лондона это делать ничуть не сложнее, чем это делать из Петербурга. Потому что вся музыка так же издается, так же ты заходишь в интернет и ловишь все, что тебе нужно, если ты хоть чуть-чуть это умеешь делать. Все доступно. И никогда больше, никогда больше, никогда больше не быть под забором. Тому, кто дышал, тому, кто пел, тому, кто мимо всех с кем, мое сердце как мел. Я пишу с собой по бетонным забором. Я вас любил так искренне, что не стану тревожить ничем. Не стою над душой, не стою над душой, мама. Я обожаю вашу музыку или многих других, кто сейчас выступает в Европе. Это музыка, мне кажется, мелодичная и вполне универсальная для того, чтобы ее услышал человек из другой страны, даже не зная языка. Потому что это мелодия. Но почему всегда все равно приходят русские на русских музыкантов? И не возникает даже сейчас, когда, казалось бы, должна появиться мода на русскую музыку, как она появилась на русское искусство нонконформистское после крушения Совка, когда его стали покупать, выставлять в Тейте, в мировых музеях. Почему сейчас не происходит это по отношению к музыкантам со стороны западной публики, западного слушателя? И все равно мы видим, если это концерт, то это, как правило, русскоязычные люди. Почему не ходят иностранцы? Есть одна очень простая причина. Люди, живущие и не знающие русского, живущие вне России и не знающие русского языка, понятия не имеют, что существует артист такой-то или артист такой-то. Стравинского весь мир знает, потому что был Дягилев. Как только будут люди, которые будут рекламировать русское искусство, сделают его модным, сразу появится мода. Да, но, опять же, не ваша профессия, но почему? Вы же общаетесь все равно с продюсерами, с промоутерами, которые делают ваши выступления, концерты. Может, вы у них спрашивали, а почему они с точки зрения маркетинга элементарного не могут донести до другой аудитории, что вот у нас гребенщиков? А зачем? Зал и так забит, уже больше некуда. Но это же интересно по другим... Я как раз с кем-то спорил, совсем недавно с кем-то из друзей, о том, что ты же должен что-то доносить. А я говорю, нет-нет, я работаю для людей, говорящих на русском языке. То есть то, что я делаю, это для людей, говорящих на русском языке, потому что там так много в том, что я делаю, ну, каких-то глубинных очень связей, которые люди, не выросшие в среде русского языка просто не поймут. Подождите, Битлз же мы понимаем, несмотря на то, что мы не выросли в среде английского языка. Да. Почему тогда мы... Потому что это было такое время, сейчас время другое. То есть я бы давал концертов в значительно меньше и в значительно более маленьких залах. Для меня много того, что мы сейчас делаем, слишком много, я больше бы занимался музыкой. А что вы имеете в виду, вот время было такое другое? Ну, у каждого времени есть свой не только вкус и настроение, и цвет, и все остальное. Есть еще социальный фактор. У каждого времени есть свой социальный вектор, который предполагает, что в это время, в общем, очень многие, если не все люди, живущие на земле, они будут склонны вот скорее к этому. Поэтому в Африке люди слушали Битлз. Казалось бы, ну, с какого рожна? Нет, слушали, знают песни с африканцами. Много раз пел их, я был субмарин, они были абсолютно счастливы. Ну, просто иногда музыка направлена на это, иногда на это, иногда на это. А сейчас на что, как вам кажется, она направлена? Сейчас я вижу, но то, что я вижу точно, идет потрясающее смешение культур и взаимооблодотворение и появление чего-то нового совсем. Европейские культуры смешиваются с латинскими, латинские смешиваются с азиатскими, азиатские с африканскими. И получаются все время какие-то новые гибриды потрясающие, которые, ну, с моей точки зрения, страшно интересны. И более того, я уже европейскую просто музыку, американскую и европейскую, мне слушать, как правило, сложно, даже новую. Потому что она построена по старым меркам. Вот барабаны играют вот так, а бас играет вот так. И, а когда я слушаю африканскую музыку, это как? Ага, вот это. Поэтому мне страшно интересно сочетание русской музыки и африканской, например. Что мы начали очень давно, кстати, мы начали еще на зуме. Что вам сейчас ближе всего из музыки? Что вот твой последний? Ой-ой-ой. Ну вот последнее, что вот прям вас перевернуло? Переверну, а не думаю, что я позволю чему-нибудь себя перевернуть. Я последние, ну, последние пять дней меня очень интересует Бродский квартет. Всякие вот такие вещи, потому что мне страшно интересно какие-то ощущения, настроения, чувства, которые я слышу в их музыке. Потому что я сходил на какой-то концерт и просто подумал, что я знаю далеко не всех французских композиторов конца девятнадцатого, начала двадцатого века. Они играли очень, писали очень интересные вещи. И я решил зарыться и исследовать. Вот нашел квартет Вродского, с которым я очень давно не сталкивался. И сейчас страшно интересно. Медиа-менеджер Вадим Малкин в своем посте о вас. Понимают ли вас сегодня зумеры так, как понимают вас сорокалетние? И дальше, ну, такой, большого пиетета и уважения пост, он задается вопросом про зумера. Вот как они, БГ, сегодня? Интересно. Но вопрос не в этом, как они воспринимают. Он как раз пишет о том, что наезжает на бренд, как он называет ее, Taylor Swift, говоря о том, как она вообще издает эту музыку и эти звуки, и при этом собирает стадионы. И дальше Малкин продолжает. При этом у них есть, типа, тот же БГ, тот же человек, который в контакте, ну, с Богом имеется в виду, та же Лана Дель Рей, например. Но ощущение, что Лану Дель Рей слушаем больше мы, то есть Малкин, а те, кто не выбирает что-то божественное, ходят на Taylor Swift. И вот, дескать, сейчас время таких, как Taylor Swift, а не таких, как Лана Дель Рей. Вот мне хотелось бы вашу точку зрения. Мне очень нравилось с самого начала, еще 20 лет тому назад. С большим удовольствием я ее слушал. Кстати, мне кажется, что красота и магия музыки состоит в том, что музыка находит тех, кому она нужна. И даже если меня будут слушать не миллионы, а, допустим, 200 человек, это вполне устраивает. Ну, вас это устраивает, потому что вы уже, простите, давно состоялись. А если человек молодой музыкант, то вряд ли он скажет, мне не важно, 200 человек или стадион. Все-таки у любого хорошего музыканта нормальная амбиция быть первым на Уимблдоне, да? Ух, я говорю, там скучно. В стадионах правда скучно играть. Я много играл очень. Ну, а почему тогда музыканты все гордятся и пишут sold out и выставляют это у себя в инстаграм? Это не музыканты гордятся. Не музыканты гордятся. Все страшно гордятся. Я продал олимпийский, я продал это, но это же есть. Может быть, они не очень музыканты, может, они больше торговцы. Если он продал олимпийский, значит, он торгует. У меня есть, например, разделение очень ясное. Вот тут идет торговля, а вот тут идет музыка. И они никак не смешиваются. Это же огромное, если вы придете в зал, а он не полный. Почему? Нормально. Такое огромное количество историй, как какая-то группа, которая потом стала там мега-стадионной, вот они играли для восьми человек. Там в зале, где помещается сорок, например. Ну, играли для восьми человек. Я тоже играл. Нормально. Важно, что человек получает, когда он играет. Если он может играть для двух человек, и они ему дадут все, что нужно. Почему тогда так много драм? Музыканты спеваются, торчат, суициды. Потому что у немузыкантов то же самое. Немузыканты тоже спеваются. Может быть даже чаще. Я, кстати, не знаю ни одного музыканта, который бы... То есть, а кто у нас спевается? Я сейчас энциклопедию спившихся музыкантов не переполню. Нет, я просто вспоминаю всех друзей, что никто не спился. Ни один человек. Все нормально. Прочные люди. Не берет их. По поводу спился-не спился, у вас же будет день рождения. Вам будет 70. Для вас день рождения — это что? Вы любите свой день рождения? Как вы его будете проживать? Очень люблю. Я уеду куда-нибудь, где... Никто не будет знать, где я. С очень небольшим количеством близких друзей. Ну, небольшое количество — это сколько? Твое-трое. Вы позовете куда-то в путешествие? Ну, куда-нибудь мы уедем, да. А куда? У меня была идея в Киото уехать, но, скорее всего, это будет нерационально. Потому что у меня уже 30-го числа начинается тур по Англии и по Илландии. Я просто могу не успеть. Так, посмотрим где-нибудь поблизости. Париж. А цифра 70 вас пугает, не пугает? У меня она приводит в восторг. Почему? Это я при своем образе жизни дожил до 70 лет, простите. Вот это чудо. Это меня приводит в восторг. Ну, а какой у вас образ жизни? Хороший, насыщенный. Насыщенный. Я еще вот хотел задать вам вопрос про то же, как люди меняют мир, и каким он в итоге получается, в общем, неизменчивым. Про соцсети, про айфоны. Я видел, что у вас тоже айфон. Вы тоже активный, наверное, юзер. Очень. И вы крайне много времени проводите. Соцсети. Вот их создавали ведь люди, которые запросто могли бы вырасти на вашей музыке. Ну, могли ее слушать, там, не знаю, хиппи тот же Гейтс или тот же Стив Джобс. У Билла Гейтса тоже инициалы знакомые. Вот именно. Они думали, что меняют мир. Безусловно. Они его изменили. Но в итоге, на самом деле, мир остался тем же, потому что, ну, соцсети на самом деле не улучшили мир, а усложнили, поразив там много поводов для хейтерства, для ненависти, для яда разного рода. Да, и мы видим, как соцсети в том числе деструктивно могут влиять на мир, на отдельного человека и так далее. То есть добра и в этот раз не случилось. Так откуда оно возьмется? Добра есть только в человеке. В телефоне его нет. Но когда человек что-то хочет создать, чтобы изменить планету, да... Зачем ее менять? Пока человеческая природа остается той же, планета меняй, не меняй, ничего не изменится. А остается она какой той же времени? Какая она была в библейские времена, какая она была пять тысяч лет назад. Люди хотят все того же. Люди пытаются избежать все того же. Ничего не меняется. А есть телефон или нет, неважно. Вы много времени в телефоне проводите и в соцсетях? Я не так давно с ясностью для себя определил, что это еще одно искушение, что так... То есть вы залипали? Так я до сих пор залипаю. Угу. И внимательно просмотрев все свои извинения по этому поводу, когда я говорю, да я же в телефоне, потому что у меня работа, это, это, я все время, каждый день четыре часа провожу, отвечаю на письма, слушаюсь об этом, думаю, да, не канает. Нет. Это искушение. Люди, которые, ну, чуть попрочнее сознанием, они телефон выключают и включают его, когда он нужен. А то, что мои робкие попытки извиняться перед самим собой говорить, но я же должен этому ответить, я же должен этого поздравить, я же должен этому написать, не канает. Грубо говоря, если есть аристократия, она есть, она заставит телефон только там, когда никто... Когда он занят? Нет, когда их никто... Телефон, звонок выключен, сразу будем из этого исходить. В некоторых клубах в Лондоне, во многих очень, телефон доставать нельзя, считается дурным тоном, могут тебя просто выгнать оттуда. Угу. Потому что я просто замечаю, когда я еду по дороге, у меня есть телефон, я не смотрю в окно, я смотрю по карте, куда мы едем. Смотрю, сколько времени остается до того, я перестал видеть пейзажи, я перестал видеть дома. Думаю, ну, я поддался на искушение, но теперь, когда я знаю, что я поддался, теперь я могу с этим бороться. Но это очень интересная проверка на прочность. А софт-фейсбук, соцсет, инстаграм? В инстаграме я каждое утро, каждый день получаю заряд эстетический, потому что я подписан на такие вещи, которые мне искусство всегда дают. Какое-то. Поэтому я вижу огромное количество всяких классик, чего-то еще, чего-то еще, чего-то нового. А от остального просто отписываюсь. А в фейсбук, честно говоря, я хожу не очень много. А YouTube? Сейчас много контента появилось, понятно почему, потому что телека свободного нет, и очень много, ну, контента связанного с вами. Вот я в YouTube... Допускаете вы его в себя, этот контент, или нет, или пытаетесь... Я его просто не открываю. YouTube как-то совсем... Очень много времени это занимает. У меня нет такого количества времени. Поэтому я его сегодня, допустим, зарез только по причине новой песни Битлз. Вот. Впервые, наверное, за месяц или полтора. А может быть и больше. А где вы информацию черпаете? Ну, какие-то новостные каналы. Телеграм-каналы, наверное, в основном. Нет, обычные газеты. Русские и нерусские, чтобы сравнить. Очень смешное номер. Вам песня Битлз понравилась? Там есть особые вещи, которые пока я анализировать не могу. Но тот факт, что Джон написал именно такую мелодию, именно с такими аккордами, заставляет меня задуматься. Я только жалею, что Пол, к моему глубокому сожалению, не сделал то, что они с Джорджем сделали на Free as a Belt. То есть он должен был, с моей точки зрения, написать другой припев. Но не сделал, не сделал его дело. Мне пола там не хватило. Джон очень хороший. А Джорджем, как я понимаю, там его, в общем, и нет толку. Спасибо, Борис Борисович. Спасибо вам. Да, заранее не поздравляют, но... Да, спасибо. Да, ну хорошо отметить тогда 27 число. Спасибо. Спасибо вам. Огромное спасибо. Я пришел сюда не потому, что хотел. Я родился визами, я не выбирал цвет глаз. Я не мог даже представить себе этого крика тысячи тел. Но все слова ложь – это последний раз. Спасибо. 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 Спасибо.